Всем привет, ребята! Меня зовут Саша, вы на канале Рыбка Плей. И сегодня, ребяточки, я вам расскажу очень интересную информацию. Как видите, я сейчас нахожусь возле гамми-пчелы. И, собственно, об этом у нас пойдет речь. Итак, поехали! Ну, а перед тем, как, ребяточки, я вам расскажу о том, как быстро насобирать 2500 желез, чтобы купить желейную пчелу или гамми-би, и я, ребяточки, напоминаю, что обязательно нужно ставить лайк под видео, подписываться на канал и заходить в наш Дискорд, где мы вместе с вами можем поиграть, пообщаться. Всем рады, поэтому обязательно заходите, не упускайте момент. Можно выиграть робоксы, можно поучаствовать в разных конкурсах. Так вот, ребята, сегодня пойдет речь о том, как быстро насобирать 2500 гамм-дропов. Как видите, да, здесь мы подходим к пчелке. Вот здесь она находится у нас, так со стороны посмотрим. Вот здесь, где вход в муравьиную ферму. Туда можно подняться либо на пушку, зайти, да, залететь, либо вот так через этого муравья можно сюда попасть. Вот, чтобы получить гамми-пчелу, нужно собрать 2500 гамм-дропов. Как видите, у меня есть сейчас 2437. Но пчела у меня уже, конечно же, давно есть. Как именно на нее собирать, я вам сейчас, ребяточки, расскажу. Есть, на самом деле, большое количество способов получения гамм-дропов. И начнем мы с вами по порядку. Давайте, ребяточки, я вам расскажу сначала самых простых. А именно это, конечно же, просто задонатить и купить. В предыдущем ролике, если вы смотрели про шипы, я там рассказывал, как быстро нафармить шипы. Если не видели, я вам оставлю ссылочку в описании. И вот здесь вот, да, подсказочку на видео. Вот здесь есть такой же диспенсер, который, точнее диспенсер, а именно шоп, да, он называется. То есть мы здесь можем шипы покупать за тикеты. Но видео я о нем не рассказывал. Все-таки видео, как бы, я считаю, что если это фарм, то рассказывается о том, как нафармить. Купить это немножко другое, да. Тем не менее, такой же магазин есть и для гамм-дропов. Их можно также приобрести вот в таком магазине, который находится возле вот этой панды. Здесь также называется он шоп. И можно купить, допустим, вот 300 гамм-дропов за 100 тикетов. Вот, в принципе, можно и таким способом насобирать. То есть нафармить сначала тикеты, а потом потратить их на покупку гамм-дропов. И с таким образом подходить, то, в принципе, это тоже можно считать фармом гамм-дропов. Дальше, ребяточки, мы можем заниматься с вами обычным делом, которым мы всегда занимаемся. По крайней мере, я всегда начинаю свой поход в бисфарм с обхода всех локаций и убийства мобов. Гамм-дропы могут выпасть случайным образом из практически любого монстра на карте. С шансом, естественно, 100% они не падают. И максимальное количество может выпасть 5 штук. Давайте сейчас мы с вами пробежимся, посмотрим, повезет ли нам, выпадет ли хотя бы один гамм-дропчик сейчас. Вот здесь у нас сейчас трое, два мантиса и волк наш, или оборотень, там по-разному его все называют. Так, с них пока ничего не упало. Побежим тогда вот туда на синеньких наших жуков. Вот из них, скорее всего, выпадет, наверное. Опять же, посмотрим. Есть определенный шанс, мы сейчас сможем пробежать, и не выпадет ни один. Но, тем не менее, они из них падают. То есть, что нужно делать? Зашли в игру, пробежались, зафармили всех мобов, выбили гамм-дропы или нет, это уже второй вопрос. Но, тем не менее, у вас есть шанс на то, что вы их сможете насобирать гораздо быстрее, если будете это делать. Вот так. У нас еще здесь осталось парочку мест. Мы проверяем и идем дальше. Я вам буду говорить о том, что еще нам может принести гамм-дропы в этой игре. Нет, здесь у нас тоже ничего не падает. И здесь у нас еще остаются два жука, божья коровка и синенький жучок. Вот, видели, да? Вот, выпал один и выпал один. То есть, мы выбили два за один заход. Могло быть и по пять с каждого, или там три и два. То есть, в принципе, когда они выпадают часто, там нормально, достаточно хорошо получается их фармить. Вот. Далее, ребяточки, следующий шанс. Это вот, допустим, у нас есть липкая конфета. Мы вот так вот фармим ее на поле. И здесь есть тоже определенный шанс, что она может выпасть гамм-дроп, имея в виду, может выпасть в виде токена. Но, то есть, должно быть обязательно условие, что вы фармите именно липкую конфету. Тогда из нее может выпасть гамм-дроп. Вот. Но, опять же, здесь очень маленький шанс. И здесь нужно, чтобы у вас была очень большая удача на выпадение такого токена. По себе скажу, что они падают очень редко. И это как бы способом фарма прям назвать таким серьезным нельзя. Но, тем не менее, они отсюда могут выпасть. Также из редких способов получения это вот, опять же, вот эти листики, которые на полях появляются. Тоже с определенным шансом может выпасть гамм-дроп. Но это тоже очень-очень редко. И это, опять же, ваша большая-большая удача на выпадение таким способом. Далее, ребяточки, есть вот тут у нас вот такой вот диспенсер меда. Если мы, ребяточки, его заюзаем, мы здесь получаем мед. И иногда еще тоже здесь падает гамм-дропчик. Вот сейчас не выпал, но иногда по одному падает. Это тоже как один из способов получения. Следующие, ребяточки, способы такие, скажем, которые вы будете постоянно в игре с ними сталкиваться, и они вам будут приносить гамм-дропы. Это, ребята, квесты медведей. Вот черный медведь, мама-медведь, панда-медведь, потом ученый медведь, вот там наверху стоит у нас, полярный медведь, вот там у нас наверху стоит. Вот. Это вот все эти медведи, которые могут нам давать мармелад. Также потом, позже, скорее всего, когда вы попадете на локацию с 35 пчелами, у вас уже мармеладная пчела будет. Но дальше уже как бы мы будем фармить гамм-дроп на то, чтобы получить там гамм-допустим маску или гамм-ботинки, где нужно будет очень много клея, и можно будет из гамм-дропов уже скрафтить клей. Вот. У спирит-бира тоже можно будет их получать. И также, я не помню, он и отдает или нет. В общем, вот там в горе, где он стоит, там тоже есть квесты. То есть за выполнение различных квестов вы также будете получать гамм-дропы. Это, опять же, один из вариантов фарма. Ну и плавненько, ребята, мы подошли к мемори-матчам. У меня они сейчас на откате, поэтому, к сожалению, я показать не смогу. Именно, да, какое количество. Но также вы можете их выбивать, гамм-дропчики, в мемори-матчах. Вот они здесь у нас за 25 миллионов, самый дорогой. Потом, ребяточки, вот там внизу, где у нас поливалки продаются, есть мемори-матч. Опять же, вот там, где Аннет стоит наверху, и вот там, где ананасовое поле, там тоже у нас мемори-матч. И в них мы также можем выбивать эти гамм-дропы. Теперь, ребяточки, мы с вами плавно перешли вот сюда, к храму ветра. Здесь, ребята, тоже за донат мы можем получить гамм-дропы. У меня сейчас храм ветра на откате еще 37 минут. Итак, ребяточки, следующий способ получения гамм-дропов, это можно вызвать челлендж палочника. Вот он у нас стоит на грибочке. Они пролетели мимо. А здесь как бы можно следующим образом поступить. Когда вы его убиваете, он вызывает очень большое количество нимф своих, и за их убийство тоже падает очень много мёда и гамм-дропа в том числе. Также за убийство собственно самого палочника при переходе на следующий уровень он может выкинуть гамм-дропы. И за то, что вы ломаете его тотемы защитные тоже могут выпасть гамм-дропы. Вот, поэтому с него можно выбить достаточно много. Так, ребята, убивая палочника можно насобирать достаточно много гамм-дропов. Вы можете воспользоваться еще таким советом. Палочника вы можете вызывать один раз в определенное время. Но вы можете попросить своих друзей зайти вызвать палочника. Потом вы можете также прыгать по серверам и там в чат людям спамить. Вызовите палочника, вызовите палочника. И таким образом за день можно просто сделать очень-очень большое количество гамм-дропов. Но придется потрудиться, поскакать по серверам, пописать людям, немножко поклянчить, чтобы палочника все-таки вызвали. И опять же, его нужно еще убивать. то есть, если вам его вызовут и при этом вы сами будете его ковырять с определенным уровнем пчел, допустим, вы много не сделаете, поэтому желательно, чтобы его, конечно, убивал народ, не только вы. И тогда уже будет у вас какой-то профит от этого. Собственно, это тоже один из таких хороших способов получения гамм-дропов. Вот. Также, ребяточки, у нас еще остается несколько вариантов получения, а именно это выращивание ростков. То есть, если у вас есть, допустим, 5, 10, 20, 30 ростков, 50, чем больше, тем лучше, это понятно. И вы, допустим, приходите на какое-то поле и начинаете выкидывать, выращивать свои росточки. Вот у меня 150 штук. Тратить я сейчас не могу, потому что они у меня опять же для припасены для другого видео. Вот. С определенным шансом вы можете получить гамм-росток и из него у нас сыпется именно желе и сыпется клей. То есть, из росточков тоже очень-очень-очень хорошо, можно насобирать. Но здесь опять же нужно либо их как-то где-то бегать ловить, либо по серверам искать, допустим, заспавнились ростки, вы попрыгали по серверам, посмотрели где там какой выпал, может быть попался гамми, это прям удача, и вы его зафармили, собрали кучу-кучу гамм-дропов, также это либо с кем-то договариваться, просить, да, чтобы покидали росточки и надеяться на то, что выпадет гамм-дроп, гамми-росток, извиняюсь, либо же самому их собирать, идти на поле и пробовать фармить гамми-росточек, чтобы выбить из него гамм-дропы. Вот, ребяточки, приносит в принципе неплохо по количеству гамми-ростков, вот, и собственно у вас еще остается несколько вариантов, чуть-чуть промазали, идем, ребята, с вами вот сюда, как видите, у меня есть вот мой помощник бадик, на которого вы можете насобирать и купить его за билетики, либо купить его вот здесь в шопе за 600 рубаксов, он с определенной, с определенным временем у нас выкидывает подарочки, которые мы собираем и также иногда гамм-дропы он дает, ну, это чисто как бы дополнение, да, к тому, что вы формите, потихоньку он там будет по чуть-чуть вам потом от одного до пяти штучек подкидывать, вот, это тоже можно учитывать как способ получения гамм-дропов, ну, и самые последние ребяточки, это наш блендер, идем сюда и здесь мы можем найти, вот они ребята гамм-дропы, на них нужно три черники, три клубники и три ананаса, при помощи нехитрых подсчетов мы можем с вами посмотреть, допустим, у меня есть сейчас восемь тысяч черники, десять тысяч ананасов и шестнадцать тысяч клубники, самое меньшее у нас возьмем восемь, да, ну, давайте усредним, допустим, у меня было бы по девять, то есть еще тысячу блюбери я насобираю и у меня всех этих ингредиентов будет по три, девять тысяч если мы разделим на три, соответственно это получается три тысячи гамм-дропов, то есть я могу в принципе вообще не заниматься фармом, а просто взять и скрафтить себе три тысячи гамм-дропов, которых мне хватит на собственно эту пчелку, но в начале конечно таких количеств у вас не будет, поэтому вам нужно получается чтобы скрафтить максимально то есть две пятьсот это нужно по семь с половиной тысяч каждого из этих ингредиентов вы можете ребяточки формить их следующим образом опять же бегая по полям и убивая всех и вся что у вас попадается на пути выбивать из листиков которые попадаются на полях и также ребяточки выращивать ростки на определенных полях то есть допустим если мы выращиваем росток здесь на поле клубник у нас здесь будет падать клубника из ростков и мы ее будем с вами собирать и вот да выпали они клубнички из божьей коровки если мы будем кидать ростки допустим здесь на бамбуковом поле у нас будут выпадать черника ну и соответственно как на любом красном или синим поле и так же если мы ребяточки будем здесь выращивать ростки на ананасовом поле мы и вот таким вот образом вы можете тоже достаточно быстро на видите вот еще гамм дропчик упал у нас вот таким вот образом можно собирать эти гамм дропа в принципе это не так уж сложно если поиграть несколько дней заморочиться то можно быстро достаточно их насобирать ничего в этом сложного нет вот 200 тысячи это не такая страшная цифра вот поэтому ребяточки я вам всем советую не торопиться просто играть получать удовольствие и они вас все равно соберутся сами собой вы особо этого как не напрягаясь получите все эти гамм дропчики и купить себе мармеладную пчелку как видите у меня вот она есть одаренная 10 уровня хорошая пчелка постоянно спавнит мармелад на поле и как бы она достаточно полезно вот такой вот у нас ребята сегодня получился ролик я надеюсь что вам понравилось если понравилось обязательно ставьте лайк подписывайтесь на канал и заходите в наш дискорд а также прожимать колокольчик чтобы не пропустить новые видео всем спасибо за просмотр всем пока пока а а а Субтитры сделал DimaTorzok